Телеканал КРТ представляет Медицинских наук Украины Игорь Шкарбанец Здравствуйте И первый вопрос, я думаю, что у нас с учетом карантинов И всех этих ограничительных мер Конечно же интересует граждан Украины вопрос А как так получилось, что в момент такой беды Наша система здравоохранения фактически осталась голой и босой И мы это просто ярко увидели на том, когда у нас уже даже не было масок Чисто вот даже тем, кто принимал больных, которые заражены коронавирусом То есть вот это результат нашей вот этой печально известной медицинской реформы Которая началась, я так полагаю, еще при Квиташвили И уже дальше продолжается нынешним министрам Они так быстро меняются сейчас, что я даже фамилию, честно говоря, так по памяти не помню Объясните, пожалуйста Вы знаете, большая часть моей сознательной профессиональной жизни Прошла в состоянии реформы То есть фактически можно говорить, что начиная где-то с 2000-х годов Уже началась реформа Точнее это все была подготовка к реформе Реально это последние годы происходят изменения Я не могу сказать, что это виной последний или предпоследний год То состояние, которое сейчас в системе здравоохранения Это накопленное состояние проблем Недофинансирования, потому что раньше не было политической воли Когда возникла политическая воль менять систему здравоохранения в стране Пошли полумеры И на самом деле без всякого научного обоснования А просто политические желания изменить так или иначе систему здравоохранения в стране Все свелось сейчас к изменению системы финансирования С 1 апреля входит второй этап реформирования медицинской отрасли И совпало с такой проблемой, глобальной проблемой, как пандемия коронавируса И она заострила все проблемы, накопленные годами в нашем отечественном здравоохранении А может коронавирус все-таки дает нам понять, что мы идем не по правильному пути в плане реформирования нашей медицины? Дает понять не только нам, а всему миру Если говорить про наше реформирование, то многие политики ошибочно считали, что нужно уничтожить систему Симашки И даже этим гордились Не понимая, что беда нашего здравоохранения это то, что оно продолжает функционировать на принципах советского планово-бюджетного здравоохранения Когда предусмотрено, что больницы содержатся за счет государства и должны исполнять свои функции Но на самом деле эта модель, возможно, и годилась для Советского Союза Но мы живем в совсем другой стране и пытались реформировать, выстраивать новую модель Но не поняли, что нужно менять не модель Симашка Принципы которой это равная доступность для всех Единство профилактической и лечебной медицины Единство медицинской науки и практики Приоритет охраны материнства и детства Участие общества в проблемах медицины Нужно менять систему финансирования, но нельзя ее изолированно менять Нельзя взять и строить так званное медицинское страхование Или систему закупки медицинских услуг Не предусматривая развития другой составляющей системы охраны здоровья Вторая составляющая это общественное здоровье Потому что медицина, она беспокоится о здоровье каждого конкретно взятого человека Составляющая государственной системы здравоохранения Общественное здоровье, паблик хелс, оно беспокоится о здоровье социума И как раз во всех европейских странах, где сейчас есть проблемы Провал с борьбой с эпидемией коронавируса Практически не доработала эта составляющая Общественное здоровье То есть клиники, отдельно взятые клиники, может и хорошие Они неплохо зарабатывали деньги, давая платные услуги В том числе и через систему медицинского страхования Но они абсолютно были не приспособлены для того, чтобы защитить социум От таких важных и опасных проблем, как эпидемия Потому что на самом деле инфекционная больница никогда не будет прибыльной Она должна содержать избыток коек И ее койки пригодятся в таких проблемных ситуациях, как эпидемия Госпожа Супрун здесь с вами не согласится Вы знаете, она типичный носитель американской системы здравоохранения Частной системы В мире есть четыре системы И это классификация по принципу финансирования Скажем, английская модель Лорд Беверидж Придумал ее после Второй мировой На подъеме солидарных движений в английском обществе Но он начитался в Семашко И принцип Деньги люди платят в виде налогов Социального налога в бюджет Из этого бюджета государство А. Выстраивает систему общественного здравоохранения Б. Покупает медицинские услуги для граждан Которые платят налоги Другая модель, скажем, европейская Где можно говорить об обязательном медицинском страховании Третья модель, модель американская Необязательное медицинское страхование Ты имеешь возможность, ты имеешь право А медицина в большей степени бизнес И мы сейчас, к сожалению, увидим Какой провал будет в Соединенных Штатах Поэтому, как бы Уже есть Поэтому, как бы, нужно говорить о том Что мы в этом мире Я имею ввиду Украинскую систему здравоохранения Украинских медиков Украинских организаторов здравоохранения Далеко не самые глупые люди И мы можем выстроить систему здравоохранения Такую, которая будет стоять на защите здоровья Украинской нации Потому что система здравоохранения Она не только оказание медицинской помощи больному человеку Это и составляющая национальной безопасности Вот как раз и санэпид-служба Карантинные мероприятия Правильное воспитание детей В знании Как заботиться о своем организме Борьба за здоровую экологию Здоровое питание Контроль продуктов питания Контроль медикаментов Это все функции государства Направленные на сохранение здоровья здоровых А вот если проанализировать Вот можете меня поправить Если я вдруг ошибаюсь То есть американская модель показала себя С очень плохой стороны Европейская таким же образом Получается больше китайская модель С хорошей стороны показала Но опять же Мы говорим с плохой стороны С плохой стороны Во время борьбы с этой пандемией Конечно Если говорить вообще отдельно взятые То американские клиники Достаточно хорошо оборудованы В них достаточно много Очень компетентных врачей У них хорошее развитие медицинской науки Но на самом деле Из-за того, что это в большой части Бизнес Из-за того, что Недостаточно развита система Общественного здоровья Как раз и продемонстрировала Те проблемы, которые есть у них Те проблемы, которые есть в Италии Потому что на самом деле Этапность медицинской помощи Забота государства О сохранении здоровья населения Это очень важная составляющая Которым понимают китайцы О котором, наверное, понимают И скандинавские страны Где сама медицина не есть В принципе бизнесом Я думаю, что и у англичан Будут неплохие результаты Потому что у них достаточно развита Система общественного здоровья И у немцев развита Даже я чисто ментально Как гражданин Украины Как человек Я вот плохо понимаю В принципе Участие бизнеса В системе здравоохранения То есть я понимаю Когда у меня что-то болит Не дай бог, конечно Я приходу в больницу И если у меня нет денег То мне не окажут соответствующих услуг Если мы возьмем просто бизнес-модель То есть мне почему-то Это дикостью кажется Ну например Если вот брать Много моих рассказов И друзей, которые в Америке То там до последнего терпят Чтобы не идти в больницу Потому что если ты туда пришел Ты там должен оставить Ну столько денег Сколько обычно не зарабатывают Ну это не система здравоохранения Это система, знаете Выживет сильнейший То есть если заболел Ну извини Это называется У них даже есть какое-то слово Такое медицинское банкротство То есть вот Знаете, вот когда обычно Юридическое лицо Объявляет себя банкротом Для меня, например, все понятно А когда человек говорит Что я банкрот И он просто умирает То я думаю, что это Античеловеческий подход Он антигуманный И те страны, которые развивают Как раз бизнес На вот оказании Медицинской помощи Ну для меня, честно говоря Это дикость И действительно Это вот по сути Просто хамское отношение И такое халатное К своему народу Вы знаете, если говорить Так глубже философски То тут есть Следующие моменты Ментальность Вы начали с того Какая ментальность? Ментальность Наша ментальность Украинская И наша, в принципе Европейская ментальность Она имеет принцип И построение, вот скажем Медицины Европейской Принципиальной позиции Это Богатый платит За бедного Здоровый платит За больного Это принцип Европейских традиций Где Обязательно Медицинское страхование Да? И на самом деле Когда В разных странах Европы по-разному Или платит Наемный работник Или платит Тот, кто дает Работу То есть У нас все-таки Больше Государство Потому что Понимает Если говорить О Великой Британии Там государство Ты платишь налоги И государство Тебе гарантирует Если говорить О Америке Там другая ментальность На самом деле Там ментальность Либеральная Конкурентная Если ты больной Значит ты о себе Не беспокоился Если ты бедный Ты плохо работаешь Для нас это непонятно Для нас это не подходит Первое Второе Если говорить О этом То На самом деле Наша Ментальность Граждан Украины Это ментальность Сочувствие Сопереживание И нас Врачей Украины Воспитывали в этом К сожалению Вот эта длительная Реформа Скажу так Она привела нас К тому Что не решены Основные проблемы Реформа фактически Вот эти 20 лет Держалась На каких-то плечах Врачей Которые Обязаны были И давать Медицинскую помощь Государство Не финансировало Так как Это должно быть В достаточной Мере И в принципе Сложился не рынок А базар Медицинских услуг Хотя на самом деле Вы абсолютно правы Что государство Должно создать Систему При которой человек Который социальный Который работает Который платит налоги Не должен думать о том Что если он заболеет Это будет финансовая Катастрофа Для его семьи И всех родственников Ну и смерть Для него Поэтому как бы Нормальное государство Создает системы Разные системы Когда оно гарантирует Возможность Приобрести Медицинские услуги Но Нельзя говорить О бесплатном Здравоохранении Лечебное учреждение Создает Лечит Медицинские услуги Да Медицинскую помощь Оно чего-то стоит И будет честно Если государство Будет платить Этому Учреждению Конкретную цену За эту услугу Вот сейчас Кстати Я сейчас Закончу Наши 4 института Академии наук Вошли в пилот И пытались Уже несколько лет Рассчитав стоимость Медицинских услуг Финансироваться По принципу Не советскому Платному Бюджетному Когда заплатили А вы себе По кодам экономической Классификации На зарплату На энергоносители На содержание техники Типа На что не хватало Всегда вам дали По статьям деньги А вы лечите всех В полном объеме И понятно Что это невозможно Это порождает И коррупционная схема Это и нагрузка На больных Они покупают себе Лекарства Потому что денег Не хватает На самом деле Каждая клиника Каждая больница Создает медицинские услуги Которые что-то стоят Если мы говорим У нас в конституции Предусмотрено Что это бесплатно Для пациента Но это не должно быть Бесплатно для клиники Это не должно быть За счет каких-то Теневых денег И так далее Это должно быть Государство Заплатит больницы За сделанную работу Это одна составляющая реформы То есть реформа Система финансирования Мы должны уйти От советской Планово-бюджетной Не разрушая Систему Симашка Которая предусматривает Общую доступность И которая предусматривает Государственное здравоохранение Общественное здравоохранение Охрана здоровья Всего населения Понял А вот Если мы посмотрим На нашу Вот эту реформу Здравоохранения Они как раз пытаются Сделать именно так Когда вот Они сейчас Отрезали От планового Бюджетного финансирования Практически все больницы У нас теперь Получается Все деньги От государства Идут в так называемую Национальную службу здоровья Если бы я не понимал Последствия Того чего они делают Я бы называл Эту организацию Национальная служба здоровья С учетом того Что я понимаю К чему ведут их действия То это скорее всего Национальная служба смерти И вот Я объективно понимаю Что вот первый этап реформы Он условно Безболезненный Просто местных там Вот врачей Педиатров Назвали семейными врачами Сделали онлайн очередь В интернете Теперь Чтобы попасть к врачу Вместо того Чтобы стоять 3 часа Там под кабинетом Можно стоять 2 недели Ждать интернет очереди Я как бы рад Все такое В кавычках Если отбросить Вот этот первый этап То это же все равно Когда ты приходишь к врачу Условно первого уровня Тебе он выписывает направление Направление на конкретного Уже специалиста Который тебе должен оказать Более серьезную помощь Если она тебе нужна А вот второй этап Вот этой реформы Он касается как раз Вот этих вот Конкретно специалистов Которые должны уже Оказать эту помощь И здесь вот Начинается Ну очень опасная Я считаю Вещь Может вы меня поправите Я сейчас его договорю И получается Что вот эти как раз Качественные специалисты Им сейчас 1 апреля Обрезали финансирование Тех кто не захотел Подписывать договор С вот этой Национальной службой здоровья В кавычках И на больнице Спустили прайсы По которым Они должны лечить И прайсы Они ну мягко говоря Не рыночные И получается Что если мы возьмем Объективно ситуацию Сколько надо им Предоставить услуг Населению Высококвалифицированных И сколько у них На это денег То я как человек Из бизнеса Я понимаю Что это вопрос времени Когда государственные клиники Просто умрут Вопрос когда Либо через год Либо через два И у нас получается Вот эти коммунальные предприятия Если раньше больница Не могла объявить себя банкротом То сейчас может Сейчас могут Эти коммунальные предприятия Неприбыльные Сказать Друзья У нас долги До свидания Мы закрываемся Здание с молотка Персонал разбегается По коммерческим клиникам Земля тоже с молотка Или вдруг Просто на этой же земле В тех же зданиях Просто уже будут Коммерческие больницы А уже когда Наши получается Через год-два Государственные больницы Вымрут Как вид Когда уже все Специалисты И разбегаются По частным клиникам Тогда просто Национальная служба здоровья В кавычках Она просто изменит прайс И тогда уже в этом прайсе Будет рыночная цель Но это мы можем Только догадываться Смотрите Эта элементарная схема развода Не сильно умнее Чем вот Остап Бендер Рассказывал О своих вот этих вот Похождениях И вот я тоже вот Понимаю Как человек Который живет в Украине Зачем все это делать Если фактически Вот у нас по конституции Записана Бесплатная медицинская помощь Но она бесплатная Будет только на первом уровне На уровне педиатра районного Который просто скажет Друзья Идите к тому врачу А тот врач Уже конкретно попросит денег Ну вот как-то так И не факт Что у службы здоровья На тот момент Будет необходимое количество денег Потому что Скорее всего Там будет просто Очень маленький перечень Который не оплачивают А все остальное Будьте добры С собственного кармана То есть это фактически Знаете Ликвидация государственной медицины Второго уровня В принципе как класса Я ничего не перепутал Смотрите Если мы говорим Нужна ли реформа Медицинской отрасли Нужна Нужна Если мы говорим О том Правильно ли реформируется На мой взгляд Неправильно Потому что То что вы сказали Это вообще Ожидаемые риски Потому что Если реформа Имеет целью Сэкономить деньги То это не реформа Это уничтожение Если реформа Имеет целью Рационально использовать Финансовый ресурс Кадровый ресурс Технический И сделать помощь Качественней И доступней Тогда это реформа Правда же Если мы говорим Сколько мы собираемся Денег потратить На реформу здравоохранения Никто не говорит Когда была реформа полиции Нам озвучили цифры Сколько будет потрачено На то Чтобы реформировать полицию И то Есть вопросы Если мы говорим Есть ли риски Того что делается Что действительно будут Закрываться больницы Да есть Если говорить Доказательно ли это Вот почему я говорю С одной стороны Нужно реформировать А с другой стороны Неправильно идет процесс Потому что Для того чтобы мы говорили Что больница получит Столько денег За такие то Процедуры лечения Нужно посчитать Сколько На сегодняшний день Те прайсы Которые выставила Национальная служба здоровья Они Не просчитаны Они не созданы Исходя Из доказательной Медицины И доказательной Экономики Расчета стоимости Услуги То есть так решили Вот есть столько денег Столько это будет стоить И скажем Цена которую мы считали По себестоимости В институте Скажем Нейрохирургии Рамаданова У нас в академии На порядок выше Чем ту которую Предлагает Национальная служба здоровья За лечение инсульта Я вас уверяю За 20 тысяч гривен Инсульт Не вылечить На самом деле Если мы думаем Что у нас должны стоить Услуги значительно дешевле В чем в Европе А почему должны стоить дешевле Почему у нас должны Лечить инсульт За 400 долларов Или там 400 евро Да Грубо говоря Если мы переведем Это деньги Стоимость Содержания Клиники Энергоносители Вода И так далее Европейская цена Цена на медикаменты Европейская цена Оборудование Европейская цена Электроэнергия Европейская цена А то и выше За счет экономии На зарплате Нельзя экономить На зарплате Медицинских Затрудников Особенно когда Мы говорим Да О любом уровне Медицинской помощи Потому что И семейный врач Если ему заплатят Больше в Польше Туда уедет И уезжает И хороший хирург Найдет себе Всегда работу В Европе Нам внушали Что наши врачи Никчемные Нам Людям Оказывается Их очень с удовольствием Берут немцы На работу Да Поэтому О чем я говорю Что для того Чтобы действительно Была реформа Для того Чтобы действительно Государство Платило больнице Конкретные деньги За выполненную работу Для того Чтобы была конкуренция В медицинской сфере Необходимо Просчитать Сколько стоит услуга Какая потребность В этих услугах Этого не сделано Наверное Это невыгодно делать Потому что Тогда будет видно Сколько нужно Денег действительно Тратит на здравоохранение И становится прозрачным Использование финансов В системе здравоохранения Наверное Это кому-то Не выгодно Поэтому На самом деле Я за то Чтобы Менять Систему Финансирования Больниц Я за то Чтобы государство Ряд Медицинских направлений Полностью Финансировало Не может Продавать услуги Инфекционная клиника Не может продавать услуги Скорая помощь Не может продавать услуги Психиатрическая клиника Поэтому В ходе Вот такой Не очень продуманной реформы Они могут и пропасть И откроется Тогда Неготовность государства К борьбе с эпидемией Я вот здесь Сразу могу поспорить В плане того Что не продуманная Медицинская реформа Я вот Почему-то вижу Конкретные факты Целенаправленного Умысла Причем Знаете Вот В 19-м году В 11-м месяце Внесли поправки В бюджетный кодекс И там Четко записали Что из местных бюджетов Запрещено Финансировать больницы То есть Это говорит о том Что если запретили Финансировать С бюджета Украины Альтернативный источник Финансирования Это местные бюджеты Которые могут Все вот эти самые яркие Негативные последствия Как-то сгладить То есть Они могут Условно Какое-то время Там год Два Три Пять В зависимости от Чиновников на местах Они могут Держать вот эти больницы Более или менее В удобоваримом состоянии Но Эту поправку внесли И фактически Специально обрезали Финансирование С местного бюджета То есть Я например Вижу здесь конкретно Злой умысел Конкретно Для просто Геноцида Украинцев Потому что Ну как можно так Делать И называть это реформами Я думаю Что это Селенаправленный Саботаж Конкретной группы лиц Которая Ну явно Не хочет Ничего хорошего Граждан Украины Потому что С логической точки зрения Я не могу это объяснить Может Вы можете Но на самом деле Если говорить о том Эта группа лиц Видит ли что-то хорошее Для граждан Украины Правильный вопрос Но если говорить о том Что скажем Существует мнение Что Имеет целью Закрыть больницы Для их приватизации Для бизнеса То я вас уверяю Что В европейских странах Далеко не все Медицинские учреждения Прибыльные И Люди себе не представляют Что Не каждая больница Может существовать Только потому Что это хороший бизнес Но Каждая больница Может существовать Если она нужна людям Если государство понимает И финансирует Существование этой клиники Поэтому Много чего Мы можем говорить О теории заговора О том что Это не теория заговора О том что Мы хотим Чтобы у нас было Меньше граждан То Фактически Давайте возьмем Показатели Сколько стало Украинцев Сколько Какая показатель Смертности Будем говорить о том Что у нас большинство У нас самая большая Смертность Мужчин Трудоспособного возраста 40-50 лет В Европе Будем говорить О показателях Детской смертности Которую уже Никто не мониторит Действительно На самом деле Ситуация С показателями Здоровья Граждан Украины С демографической Ситуацией Катастрофическая И нельзя думать Что это Наверное Как бы Последствия Бездумной политики Возможно Это Последствия Сэкономить Деньги Но Неинфекционные Уменьшилось У людей У людей Нет Деньги Они понимают Что придут В больницу Нужно Купить Легарство Я просто Я просто к чему Веду Ведет Эта реформа Финансирование Какие нехорошие А другой рукой Они уничтожают От больницы Я этого Понять не могу Может В медицинской сфере Это кто-то понимает Может Врачи Академики Ну Кто вообще Смотрите Это вопрос Это вопрос Не только Организации Здравоохранения Я хочу Тут Две вещи Рассказать вам Первая вещь Это Система Здравоохранения Да Это Не Добрый доктор Айболит Который Бегает За пациентом Для того Чтобы Померить Температуру Я утрирую Система Здравоохранения Это составляющая Национальной безопасности То есть Составляющая Государств Если кто-то Делает все Чтобы Эта составляющая Национальной безопасности Была слабая Значит Есть такая цель И это мы Много Где можем Видеть В разных Отраслях Если Говорить О реформе Как таковой Закрытие больниц Рациональное Использование Средств Наверное Я бы так Однозначно Не говорил Что Не нужно Ничего Менять Нужно Менять Нужно Делать Эффективное Использование Коек Которые Есть Эффективное Использование Оборудования И мы Не обойдемся Заморозив То что мы Унаследовали Из прошлого Тысячелетия Нам нужно Развивать Здравоохранение Развивать Умно Научно Обоснованно И поэтому С одной стороны Я говорю Да Нужны Изменения В системе Здравоохранения И Эта ситуация С вирусом Показывает Что Абсолютно Мы должны Развивать Систему Общественного Здравоохранения И тратить На это Деньги Абсолютно Мы должны Быть честными В отношении С больницей И с медиком Не заставляя Их быть Коррупционерами Потому что У них Мизерные Зарплаты А для этого Тоже Нужно Посчитать Сколько денег Будет честно Государству Тратить Из налогов На систему Здравоохранения Но для этого Должно быть Самое главное А самое главное Мы должны Быть уверены В том Что Целью Есть Качественная Система Здравоохранения Для будущего Государства Сегодня Те вопросы Которые Вы задаете Абсолютно Правильные И поэтому Мы с вами Имеем Сомнение Не В направлении Отрасли Медицина А в направлении Вообще Что будет С нашим Государством Завтра Мы имеем Право Себе Задать Вопрос Исходя И из Демографических Показателей Мы можем Себе Задать Этот вопрос Скажем Я как Моя Врачебная Специальность Организация Управления Здравоохранением Есть такая Врачебная Специальность Она равна Как терапевт Это специальное Знание Я врач Высшей категории По организации Управления Здравоохранением Я вижу Какие Процессы С кадровым Обеспечением Наших больниц Сейчас В наших Институтах Где было Раньше Очень престижно Работать Не хватает Медсестер Еще чуть-чуть И врачи Не смогут Делать операции Потому что Кадровый голод Да К сожалению Нас воспитывали Последнее Время В том Что у нас Плохие врачи Плохие медсестры Плохие Ученые В здравоохранении Дискредитировали Так же Как и говорили Что наши Милиционеры Или полицейские Это чисто Коррупционеры Дискредитации Служители Культа Дискредитировали Правда же И что мы имеем Все составляющие Государства Так или иначе Дискредитированы Что мы получили Получили В состоянии Реформы Везде А вот эта война Которая называется Пандемия Она проявляет Те катастрофические Явления Которые есть Сейчас нужна Абсолютная воля Политиков Управленцев Для того Чтобы Вырулить Систему Здравоохранения В этих сложных Условиях На Этапах Ну не Продуманной Ненаучно Доказанной Доказанных Подходов К реформированию То есть С одной стороны Я говорю Что да Нужно менять Но С другой стороны Я говорю Что нужно менять Не с целью Сэкономить деньги А с целью Сделать Качественную Доступную Справедливую Медицину В которой Медик Не есть заложник Принципа Все всем И бесплатно Только неизвестно За это государство Платит или нет Кто за этот банкет платит Кто платит Поэтому медик Получается у нас Вы думаете Нету таких случаев Да и случаи Известные случаи Коррупционные Да Но с другой стороны Есть случаи Известные случаи Когда никто Об этом И не сильно Где-то рассказывает Когда врачу Приходится покупать Для этой бабушки Которая приехала Из села Ее нужно срочно Оперировать Операционный пакет В этой же Центральной районной больнице Понимаете То есть Жизнь достаточно Сложно Когда государство Не регулирует Здравоохранение С целью Защитить граждан С целью Защитить медиков Мы получаем Те сложности И получаем В результате Вот такие показатели Здоровья населения И о демографической Ситуации На самом деле Вот Почему я так уверенно Говорю о том Что реформа нужна Да Мы видим Что Мы можем Считать Сколько стоит Какая медицинская услуга Сколько стоит Какая медицинская помощь Мы хотим И мы уверены Что если бы На примере наших Пилотных институтов Которые в этом пилоте Изменения финансирования Но на самом деле Вот это изменение Финансирования Это не вся реформа В этом и проблема Что вся реформа Это комплексные изменения Не медицинской отрасли А всей системы здравоохранения Государство должно заботиться О Экологии О гигиене рабочего места О правильном воспитании молодежи О санэпид Благополучии Даже рекламе здорового образа жизни О рекламе здорового образа жизни Это все составляющие Системы здравоохранения Медицина только Небольшая часть Медицина та часть Которая занимается Занимается Лечением И только в медицине Первичка Первичная медико-санитарная Помощь Введено Симашко Это понимание Который Говорил что Первичка должна быть Самая большая Там работают Доступные врачи И фельдшера На то время Которые занимаются Профилактикой Которые Вот в этих условиях Должны получать деньги Не за вылеченного А за здорового Потому что Если я Например Директор Клиники Кардиохирургии И моя клиника Получает деньги За каждого Вылеченного Прооперированного Я заинтересован Том чтобы было Больше инфарктов Правда же Это проблема Получается по всему миру Да и по всему миру То есть Если Есть Лучшие принципы Скажем Скандинавского здравоохранения Страны Севера Европы Где государство Оплачивает клиникам За лечение В то же время Оно стимулирует Семейных врачей Материально Стимулирует Если у них Хорошие показатели Здоровья Приписанного Населения То есть Если Я имею Тысячу Пациентов Как семейный Врач Из них В этом году Никто не попал С инфарктом В клинику Значит Я заслуживаю На поощрение И они Поощряются Потому что На самом деле Когда мы говорим О значении Профилактической Медицины Если Семейный врач Имеет время И возможности Своим пациентам Проконтролировать Артериальное давление И его отрегулировать Проконтролировать Сахар в крови И его отрегулировать Риск инфаркта У этого пациента Минимизируется И это доказанный Медицинский факт Вот если Идем дальше Вот мы сейчас Наблюдаем эпидемию Коронавирус Ковид-19 И так далее Мы видим Как страны Которые считались Гегемонами Которые считались Самыми продвинутыми Экономиками Стабильные На всю голову Мы видим Как они в ужасе Просто принимают Суперограничительные меры Блокируют себе Экономику То есть режут По живому Без преувеличения Идут сознательно На все вот эти жертвы А понимая Что они не готовы Понимая Что система здравоохранения У них в печальном состоянии Учитывая Вот эту эпидемию А например Господин Александр Лукашенко В Беларуси Как бы абсолютно Расслаблен Не вводит никаких Суперограничительных мер Не останавливает Себе экономику Иногда еще Даже открыто Подшучивает И троллит Лидеров Остальных стран Почему так получилось Смотрите Тут есть Я хотел бы вам Рассказать Пару вещей Если мы говорим О Беларуси Они оставили Систему Симашка Ее модернизировали И улучшили И Показателем этого Есть сколько Украинцев Едут в Беларуси Прооперироваться Какой поток Детей На трансплантацию Костного мозга В Беларуси То есть Они внедряют За счет государства Современные технологии А вот эта бравада Лукашенко О том что Сходите в баню Ведите здоровый Способ жизни Выпейте 100 грамм Я не пью Но вы Выпейте Если хотите На самом деле Это Больше Акт На мой взгляд Акт Психотерапии Чтобы люди Были Спокойны Потому что На самом деле Количество Инфекционных Коек В Беларуси Самое большое В Европе На душу Населения Потому что Обеспеченность Дыхательной аппаратуры Беларуси Больше чем Соединенные Штаты Америки На душу Населения Потому что В Беларуси Работает Служба СЭС Которая Выявляет В 2012 Расформировали Которая выявляет Заболевших И контакты Кто был В группе риска И имеет Возможность Заболевших Положить В клинику А Инфицированных Изолировать И наблюдать Это как раз Кличко У нас рассказывает Про штаб Борьбы С коронавирусом И говорит Что полицейские За этим все Будут следить Вот эти все вещи Они как бы Большая ответственность Государственных мужей Президентов Правительства Потому что На самом деле Я уверен Что Все Руководители Крупные руководители Европейские Да и не европейские Во всем мире Так или иначе Чувствуют Свою ответственность За то Как они Будут Вести Вот эту Войну С коронавирусом И Отдают себе Отчет Насколько Они готовы Но в то же время Я хочу говорить Еще об одной Вече Почему провал Виталии Да Потому что У них неплохое Здравоохранение На самом деле Но у них Здравоохранение Направлено Больше всего На то Что Вот эта услуга Стоит столько Клиника Заточена Под производство Этих услуг Этой медицинской Помощи И получает Из По системе Медицинского Страхования Деньги Это Большие Маленькие Клиники Разные Но Они Не заточены На Составляющую Государственной Безопасности Когда есть Цель Вот такая Борьба С Большими Эпидемиями И если Говорить Вот о китайцах Да Наш мир Несколько Так С иронией Смотрел Когда они Строили Эти огромные Одноразовые Клиники Казалось бы Какой смысл А это Абсолютно Реально Нормальный Подход Тот который Сейчас И в Германии Разворачивают Клиники В выставочных Залах Когда Очень Неэффективно Разбрасывать Большое Количество Реанимационных Больных Инфицированных Коронавирусом По маленьким Клиникам Потому что Там нельзя Создать Безопасность Для персонала Потому что Там нельзя Создать Возможность Использования Унифицированных Технологий Кислородной Поддержки Пациентов И Унифицированного Подхода Использования Нетрадиционных Непринятых Нестандартизированных В этих странах Экспериментальных Возможно Методов Лечения Которые Которые Так или иначе Эмпирическим Путем Получены Поэтому Позаботиться О таких Мероприятиях Оно Проиграет Эту Войну Сегодня Те Карантинные Мероприятия Которые У нас В Украине Они Оправданы Это я Говорю Зная Состояние Вещей Готовности Наших Медицинских Учреждений К массовому Приему Больных Требующих Кислородной Поддержки Большинство Клиник Когда-то Строились Районные Больницы Была Кислородная Разведка Кислородные Станции Помните Такие Трубочки По палатам Шли Они Давно Уже Не работают Потому что Как бы Одна Кислородная Поддержка В реанимации Ориендационных Мест Не так уж Много Поэтому Состояние Готовности Нашего здравоохранения К большому потоку Пациентов Требующих Дыхательную Поддержку Крайне Низкая Поэтому И вот эти Жесткие Карантинные Мероприятия Для того Чтобы одновременно Не было Большого количества Больных Для того Чтобы их Растянуть Во времени Чтобы наши Медицинские Учреждения Успевали Справиться Конечно Это все Очень плохо Потому что Я имею ввиду Сам по себе Такая пандемия Это плохо Но для нашей Страны Очень плохо Потому что А У нас фактически Уничтожена Санэпидслужба И Б Материальная база В ходе этих реформ Не стала лучше А стала хуже Большинства Больниц Потому что Если мы говорим О Киеве То Поверьте Что где-то В районной больнице Даже вот Недавно Винницкую районную больницу Показывали А есть районы Еще более удаленные Где сейчас Коллективы не знают Они не стали Опорными больницами И они должны Переходить на Какую-то новую форму Финансирования С 1 апреля И почему-то Никто не принимает Решение Сказав Ребята Вы принимаете Больных Вы об этом Не думаете Вы готовьтесь К приему Массового Количество Массового Поступления Дай бог Чтобы его Не было Но Та статистика Которая Есть в Европе И так как У нас Геометрическое Увеличивание Количество Заболевших Только чудо Спасет нас Можно надеяться На чудо Но на самом деле Это подход Не доказательный Медицины И каждый врач Не может себе Позволить Надеяться на чудо То есть получается Под каждым Словом Лукашенко Стоят Конкретные Койки Которые готовы Принимать больниц Конкретные аппараты Искусственного дыхания Конкретные Люди Медики Обученные И понимающие Что они не поразбегаются Когда к ним приедет Больной с коронавирусом Правильно? Да я думаю Что это непростая бравада Что это реальные факты Тем паче Что Скажем так Я не приветствую Тоталитарные режимы Не приветствую Непонятно Жесткое управление Но на самом деле Должна быть Для медика Мотивация Либо он Либо Тут не подходит Либо Это мотивация Какая? Это мотивация Профессиональный долг И обязанность Да? Коль я работаю Врачом Я обязан Оказывать помощь По жизненным показаниям В любом случае И второе Государство Должно Создать условия Финансовой мотивации Потому что На самом деле Этот подвиг Это подвиг Это работа Человек Долго учился Человек Рискует Своим Здоровьем И жизнью Находясь на работе И тот Кто Его нанял На работу А наняло Большинство нас Все таки Не частные Бизнеса А наняло Государство Поэтому Должно Должно Позаботиться И о Безопасности Персонала Клиник И должно Позаботиться О финансовой Мотивации Людей Которые Находятся На работе А вот Вы как врач Объясните Пожалуйста Еще такую Историю А вот У нас же Есть Получается Медицинские Врачи Медсестры И вот Сейчас Все Кинулись Покупать Аппараты Искусственного Дыхания Я так понимаю Будут Покупать На мировом рынке Все что есть Ну потому что Надо всем Практически И Мы здесь Понимаем Что купят Просто Очень Очень Много Всего Это и Частные Инвестора Покупают Это и Государства В общем Пытаются На рынке Что купить Хоть что-то Купить Они Приедут Больницы Дадут им Нашим Врачам Медсестрам И скажут Ну Давайте А как ими Пользоваться Эти врачи Не прошли Или медсестры Курсы Как их Использовать Правильно То есть Там же Как минимум Надо там Хотя бы Недельку Две Три Понять Что это За аппарат Как им Пользоваться То есть Хотя бы Курсы Какие-то Пройти Очень Правильный Очень Правильный Вопрос Поэтому Когда я говорю Что Китайцы Создавали Эти большие Клиники Это И Подготовка Персонала Для работы На оборудовании Унифицированном Оборудовании Когда Сейчас Купят Разное Оборудование Хотя На самом деле В основном Покупают Сейчас Только Китай Продает Все остальные Страны Уже Прекратили Продавать Но не про то речь Но если Говорить о том Что Нужна ли Подготовка Персонала Специальная Для работы На оборудовании Новым Это очень Важно Потому что Взять Какой-то Аппарат Даже Грамотному Врачу Нужно К нему Приспособиться Тем Паче Когда ты Лечишь И спасаешь Жизнь Человека С нозологией С патологией Которой у тебя В жизни Возможно И не было Потому что Атипичная Пневмония Визванная Этим Коронавирусом Откуда У нас Опыт Я вам Расскажу Историю Когда была Эпидемия Вируса H1N1 У нас В стране Это Конец Десятых Годов Девятый Год Я тогда Был Руководителем Одного Из Областных Управлений Здравоохранения И с нашей Области Начиналась Эта проблема И я Увидел Что Сколько Мест В реанимациях Занято Пациентами Которые Нуждаются В дыхательной Поддержке И тогда Я позвонил Министру Приехал Министр Посмотрел На это Все На следующий День В министерстве Был создан Штаб По борьбе С вирусом H1N1 Так вот Мы тогда Развернули Около сотни В этой Маленькой Области Дополнительных Мест В палатах Интенсивной Терапии Для кислородной Поддержки Тогда Основным Аппаратом Был аппарат Отечественного Которое Создавало Излишнее Давление И К сожалению Очень мало Людей Живыми Были сняты С искусственного Дыхания Потому что Тот аппарат Не Позволял Сохранить Целостную Легочную Ткань При таких Повреждениях Вирусом Который Попадал В эти легкие Поэтому Это Отдельная Наука Отдельные Выводы Были Сделаны И В мире Эта практика Есть И Это Тогдашнее Скажем Незнание Или Ошибка Они Были Вызваны Не Грамотностью Врачей А тем Что Есть Патологии Которые Не были Впрактики Нет Опыта И Сейчас Нет Опыта Достаточно Наши Врачи Учатся На Марше И Хорошая Компетенция Подготовка Позволяет Это Сделать Но Если Это Еще И Осложнено Тем Что Нужно Быстро Запускать Новый Аппарат Опыта Работы На Котором Нет Это Дополнительная Проблема На самом деле Я думаю Что Китайцы Так Быстро Среагировали На Эпидемию Коронавируса 19 Да Потому Что Они Ушли Уроки Прошлых Эпидемий Коронавирусных Инфекций И Гриппа Которые Вызывали Нетипичную Пневмонию И Этот Вирус Был Абсолютно Тропен К Альвеолярной Ткани И Вызывал Нарушение Альвеолярной Ткани Факритически Что Сейчас Фиброз В легких Это Превращение Альвеолярной Ткани Кислород Переходит Из Альвеол В кровь Превращение Сначала В рану А потом Фиброз То есть Соединительную Ткань И Легкие Теряют Свою функцию Функцию Насыщения Крови Кислородом Человеку Не хватает Кислорода Он умирает От этого Поэтому Как бы Китайцы Имея этот Опыт Я вас Уверяю Так быстро Среагировали И развернули Потому что Ушли Уроки Прошлых У нас К сожалению В ходе Этих всех Реформ И изменений Равно Как и Европе Потому что Слабость Общественного Здравоохранения Хорошая Медицинская Отрасль Которая Лечит Больных И старых Слабое Общественное Здравоохранение Которое Не зарабатывает Деньги Которое Должно Содержаться Государством Во имя Сохранения Здоровья А не Лечения И в Украине Эта составляющая Была Утрачена К сожалению И составляющая Развития Медицины Как технологии Абсолютно Недостаточно А где-то Тоже Утрачена Поэтому Страшно Поэтому Последний Вопрос Если Брать Медицинскую Науку Она Во всемирном Масштабе Развивается Какая Роль Украины В развитии Всемирной Медицинской Науки То есть Если Раньше Как оно Было И как Оно Сейчас То есть Дает Ли Украина Свой Вклад В развитие Медицинской Науки Сейчас Смотрите Очень много Вещей В медицине Которые Были Придуманы В Украине Которые Были Придуманы В Советском Союзе Которые Были Придуманы В Киеве Да В том числе И Кардиооперации В том числе И Вопросы Использования Столовых Клеток В том числе И вопросы Организации Санэпид Службы И Наверное Украина То место Где и Карантинные Мероприятия Кстати Имели Очень большое Я хочу Напомнить Эпидемия В Одессе Бубонной Чумы 1812 Год Когда Были Приняты На то время Катастрофические Карантинные Мероприятия Дюк Благодаря Этим Мероприятиям И наука Медицинская До сих пор Имеет Людей Вот Сотрудников Нашей академии Наших академиков Которые Являются Авторитетами В мире В Украине Мало об этом Кто знает Да Они ездят На симпозиумы Они делают Научные доклады Но Почему-то Политика Последнее время Что Нам не нужна Украинская Медицинская Наука Все что нужно Мы вам Расскажем Оттуда Но я вам скажу Что если мы Претендуем Если Претендуем На то Что мы Хотим быть Действительно Развитым Государством Да Мы не обойдемся Без Отечественной Медицинской Науки Мы не обойдемся Без Отечественного Медицинского Производства И Скажем так Что Нету Государства Достойного И самостоятельного Которое Не имеет Своей Армии Своего Искусства Своей Высшей школы И своей науки Особенно если мы говорим О здравоохранении Потому что На самом деле Я уже об этом говорил Здравоохранение Это система Национальной Безопасности Те Препараты Которые где-то Разрабатывают И которые Сюда дадут Или не дадут Вопрос Вот сегодня уже Многое чего мы не можем Купить за границей Хотя бы потому Что Прекращены Авиасообщения Да Не говоря уже Если мы Столкнемся с Какими-то Военными Глобальными Проблемами Да Если посмотреть Да Как вот финансируют Развитие Медицинской науки В Украине И я уже молчу За медицинское Производство Поскольку там Я так понимаю Еще больше денег Надо чтобы развивать Именно медицинское Производство Современное Или экспериментальное У нас в Украине То есть Как вот здесь Обстоят делания Я вам расскажу На примере У нас в составе Национальной академии Медицинских наук Есть Институт Микробиологии Имени Мечникова Этот институт Возник В позапрошлом веке Когда местные врачи Направили молодых коллег В лабораторию Пастера Для того чтобы научиться Делать вакцины Они приехали И сделали Мануфактуру По производству вакцин Потом это превратилось В завод По производству вакцин А В 20-е годы Какие были государственные Мужи Которые Еще не закончилась Толком Гражданская война Еще гуляй поле Еще эпидемия И еще голод Создали институт Мечникова Да И Этот институт Имеет коллекцию Микробов Еще до антибиотиковой эры И имел производство Вакцин Которые поставлялись На весь Бывший Советский Союз И Сейчас Эту производственную базу Как-то И Отобрали И уничтожили Приватизировали И Они что-то там производят Только уже не под государственным Патронатом А для бизнеса Украина ничего не покупает О чем я говорю Я говорю о том что То что мы имеем Нужно было приумножать В том числе Медицинскую науку Когда медицинская наука Финансируется по остаточному принципу Она какое-то время Может жить на энтузиазме Людей которые посвятили Свою жизнь науке Но она будет умирать Вместе с этими людьми Молодежь которая Приходит в медицинскую науку Потому что у нас На самом деле Что бы мы ни рассказывали Достаточно много Талантливых И Заинтересованных Молодых людей Они получают знания Они обучаются Они находят себе место В другом мире В других странах Где по достоинству Оплачивают ученых Которые занимаются Биологическими науками Медицинскими науками И уезжают И Постепенно Как вымирает социум Как Уменьшается население Еще больше уменьшается Количество ученых И мы теряем Медицинскую науку Теряем Еще есть люди Еще есть школы Но если Не предпринять Экстренных мер Государственной поддержки Украина останется Без медицинской науки А значит еще потеряет Одну составляющую Своей Своего государственного Суверенитета Потому что на самом деле Те же китайцы Платили талантливым Молодым людям Чтобы они ехали Учились Становились учеными В отрасли здравоохранения А потом еще Их финансово стимулировали Возврат в Китай В том году Президент нашей академии Виталий Цамбалюки Рад академиков Были в Китае Они приехали Удивленные Не столько Состоянием Медицинской науки В Китае Хотя и этим Сильно удивлены были Как много государства Тратит денег На развитие Медицинской науки Но были удивлены Как много молодежи Которая училась Где-то там В американских Европейских школах И вернулись Академия Медицинских наук Согласна Что нас нужно Изменять Нас нужно Модернизировать Исходя из того Как будет Выстроена Линия Создания Новой системы Здравоохранения На самом деле Так много Разговоров О реформировании Здравоохранения Но где вы видели Документ Общедоступный Описанный Популярным языком Для граждан Украины План В этом году Мы делаем Это В этом В этом Имеем цель Вот такую 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 На самом деле Всемирная организация Здравоохранений Постоянно Мониторит Состояние Систем здравоохранения В разных странах Пункт первый Этого мониторинга Наличие в стране Документа Принятого На государственном уровне То есть Или Принятого Парламентом Или Принятого Правительством Которые Описывают Проблемы В системе Здравоохранения И дает план Устранение Этих проблем На конкретный Срок Пятилетку Например К сожалению Этого нету Все что нам сказали Это закон Про Автономизацию И закон Про изменение Финансирования Финансовых гарантий Да И с 1 апреля Мы делаем Изменение Системы Здравоохранения Кто-то прогнозирует Сколько у нас останется Клиник То есть Вот мы выходим Снова От проблем Глобальных От проблем Выживания Нации Украины Проблемам Реформы Потому что Это действительно Очень Взаимосвязанное Явление Я думаю Все что-таки Такой план Есть Просто Если его Озвучат То Нам не понравится Нам очень Не понравится Но Если мы посмотрим Количество Населения И с какой Скоростью Оно Сокращается Тогда В принципе Вот как По мне Это называется Просто Вот экономический Геносит Просто Этого В плане Конечно же Мы не увидим Вы знаете Если мы посмотрим Как сокращается Население Если мы посмотрим Какая средняя Продолжительность Жизни Если мы посмотрим В каком возрасте Умирают Люди В нашей стране И Если мы будем Говорить о будущем Нашей страны То Давайте Не рассказывать Какие-то Вещи Как мы любим И как От нашей любви К нашему государству Все будет хорошо А давайте посмотрим Показатель Детской смертности Потому что Эти Деточки Которые Не пожили И умерли В 2000 В 2019 Году Они должны были быть Гражданами Нашей страны Которые Работают Для нашей страны Через 20 лет Что будет Через 20 лет С нашей страной Если мы сегодня Не будем думать О показателе Детской смертности Я думаю Что это хороший повод Задуматься Нашим украинским политикам Спасибо вам большое Что пришли в нашу программу Я думаю Еще не раз увидимся С нами был Доктор Профессор Игорь Шкрабанец Это была программа Без протокола С вами был я И ведущий Дмитрий Василец До скорого Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин